Как вы чувствуете, как вы чувствуете? Как вы чувствуете себя? Как вы чувствуете себя? Думаешь, хороший побед? Я чувствую себя отлично. Травм нету. Я чувствую себя хорошо. Что случилось в конце боя? Комиссия вышла в клетку и как бы суета была, разнимали вас. В бою ничего не контролируешь. После топа никто не слышал. Может за это никто не слышал. Не слышно бывает, потому что... Ну, когда ты борешься, иногда ты не слышишь звук, поэтому может быть, что-то тенция. Все на эмоциях. Это все эмоции, я думаю. Но, по-моему, это все так. Есть какая-то тенция в этой неделе? Было ли конфликт? Было ли конфликт? Было заметно, что напряжение было между тобой и командой. Что было, расскажи? Он какие-то посты делал в соцсетях. Выкладывал какие-то фотки, говорил многое. Но это-то ничего личного не заделал. Я думаю, что это хорошо. Если задел по-другому, все было бы у нас принято. У нас не было много. Он писал в соцсетях, в соцсетях, какие-то посты делали, но ничего личного не было. Я думаю, что он сделал хорошо. Это спортивный интерес. Это просто для того, чтобы бороться к борьбе. Что произошло? Что он сказал на завершение? Я видел, что он подошел, что-то сказал. Что он говорил на завершение? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Я не помню, что он сказал. Что он говорил на завершение. Это сложно слышать в азербайджане. Я не слышал, кто рядом был. Он сказал что-то. Как ты назвал? Какое-то такое. Ты счастлива с твоей выступлением? Я знаю, что ты закончил. Доволен ты своим выступлением? Я знаю, что ты хотел бы завершить бой досрочно. В целом, доволен ты своим выступлением? Ну, в целом, я доволен. Я 5-0 в весе. Это для меня очень... Очень большая победа. Тем более, я не дрался с топовым бойцом. Что... В общем, я очень счастлива с моей профессией. Я получил 5-0. И последняя победа была хорошая победа. Так что я не счастлива. Мне не нужна была эта победа. Я не знаю, что это было. Как это было? Как ты почувствовал? Как это в ходе боя? Как ты почувствовал? Был он такой силен, как ты его предполагал? Удивил он тебя чем-то? Или... Все было как ты себе представлял? Как я представлял. Я знал, что он крепкий боец. Опытный очень. Который идет всегда вперед. Я ожидал этого. Я был готов. Я уже готовился к этому бою. Три месяца. Первый месяц я прошел у себя в Дагестане. В Дагестане. Потом приехал в конце декабря в Америку. Поехал с моим тренером Мансурычем, Рикардо, Марк Геннер. Очень хороший сбор прошел. Как я был готов на 100%? Я знал, что Джереми был тяжелым противником. Он в начале. Он в топ-6. Я был готов за все. У меня был хорошим кемпом. У меня было 3 месяца в Дагестане. Мой тренер, Мансур Ручакайев, и другие тренеры мне помогли. Потом я приехал в Америку в Америку. Примерно месяц и полгода. У меня есть тренер, Марк Геннер и Рикардо Олмедов. Мы делали много работы. Мы пришли на эту работу в полной подготовке. Как близко ты стал бороться к титульному бою? Как близко ты к титульному бою? Мы слышали, что ты уже готов. И тебе показалось, что ты готов. Как близок ты к титульному бою? Я считаю, что я очень близок. 5-0. Пояс в Амкаде. Я считаю, что... Я считаю, что это достаточно близок. Это 5-0. И билл можно открыть к титульному бою. У тебя будет бако. На следующих шагах? Или подожди, кто будет, Альдо или Волконоска? Я готов для консультации, или захватываю, аlaimed, чтобы победу Альдо или Волконоска. Смакс Холлоуэй готов к борьбе на лейтвейном титле. Если он победит, то, что UFC будет уничтожить этот титл, пока он защитит. Холлоуэй будет сейчас драться за титул легкого веса. И если он выиграет бой и титул легкого веса, ЮСи может сделать такой бой, чтобы он был двойным чемпионом. Что ты считаешь, как ты можешь по этому поводу? Моя мнение – это очень тяжелая категория. Я думаю, что он вернется в свою категорию. Его вес – это 66 кг. Я думаю, что Макс Холлоуэй – 155 кг – это тяжелый тест для него. Я думаю, что его натуральная веса – 145 кг. Я думаю, что он вернется с 145 кг. Когда вы будете готовы к борьбе? Будешь ли придам, например, готов с ним играть? Я готов для меня. У него очень удобные соперники. Я давно говорил, что я готов. Я готов, и я говорил, что я готов для Макс Холлоуэй. Он – это хороший бой для меня стилистически. Он – это хороший матч-оп для меня. Ты вернешься в Дагестан или останешься в США? Ты вернешься в Дагестан сейчас? Я вернусь в Дагестан к своей семье. Я вернусь в Дагестан в последние 2-3 месяца в Нью-Джерси. Конечно, я вернусь в Дагестан в несколько дней. Это будет самая рутинная. Я вернусь в 2 месяца. Я вернусь в Дагестан в 3-3 месяца. Я люблю работать здесь. У меня есть экономисты. Еще одна вопрос. Если вы не любите борьбу в Лас-Вегасе, потому что все, что вы продвижены здесь, то есть, что вы делаете здесь? Насчет Хабиба. Мы знаем, что Хабиб уже не хотел бы драться в Вегасе из-за всех этих движений, которые произошли. А что ты чувствуешь? Какие у тебя чувства, что в Вегасе драться или не драться? В Вегасе мне нравится драться. Здесь есть очень хороший институт. Все институты. Есть диетологи, с тобой работают. Все. Он на лучшем уровне, я считаю. Для меня это очень хорошо. Я приехал заранее за две недели. Тут джутные менеджеры. Я был здесь. Всегда рядом. Помогает. Мне очень понравилось. Это очень комфортно для меня бороться в Вегасе, потому что мой менеджер живет здесь. И УСАППЕФОРАНСИТУТ здесь. Они меня хорошо воспринимают. Все это на высшем уровне. И, безусловно, Вегаса – это хороший место для бороться. Все стоит для спортсменов. Все это на высшем уровне. Все это на высшем уровне. Спасибо. Спасибо.